Добрый вечер! Вы смотрите Ост-Вест, европейский информационный телеканал на русском языке. Это дайджест новостей и я, его ведущая Мария Волкова. Каждый вечер мы выходим в прямой эфир из Берлина. Сегодня значительная часть выпуска будет посвящена Украине. Партия Зеленского побеждает на выборах. Результаты голосования и прямое включение из Киева. Кто стоит за массовым избиением людей в метро Гонконга, били участников демонстрации против политики материкового Китая. Как круизный лайнер в Средиземном море беженцев спас. И снова жара в Германии ждут новых рекордно высоких температур. Партия Владимира Зеленского побеждает на парламентских выборах в Украине и может самостоятельно сформировать правительство. Таковы данные обработки 79% бюллетеней. Подсчеты будут длиться еще несколько дней. Сегодня министр обороны Германии и председатель ХДС Аннегрет Крамп Каренбаура заявила, что теперь Германия, после такой уверенной победы на выборах, ждет от Владимира Зеленского реформ в Украине и реализацию той амбициозной программы, что он предложил стране. Еще сегодня утром немецкая пресса гадала, с кем же Зеленский будет создавать коалицию. Дивельт даже вышел с заголовком, чем результаты выборов могут быть опасны Европе. Предполагая, что если слуге народа и партии Голосова-Курчука не хватит голосов для того, чтобы сообщаться оставить большинство Верховной Раде, то тогда, как предполагает Дивельт, придется идти на коалицию с пророссийской партией за жизнь. Она по предварительным подсчетам набирает 13%. Однако теперь уже известно, что Зеленскому, по предварительным данным, может и вообще не понадобиться коалиция. Впервые в новейшей истории Украины с 1991 года у одной партии будет большинство, которое позволит сформировать правительство. На прямой связи со студией Ост-Вест из Киева сейчас моя коллега Марфа Смирнова. Марфа, привет! Привет, Маша! Да, привет! Ну, скажи, ты успокоишь коллег из Дивельт или слуга народа реально может составить коалицию с партией за жизнь? Есть ли какие-то новости по поводу кандидатуры премьера? Скорее успокоим. Мы сегодня утром поехали в штаб победителей, в штаб слуги народа. И как раз там выступил главный слуга народа, глава партии Дмитрий Разумков, который сказал, что по идеологическим соображениям, скорее всего, с этой партией они коалицию не составят. А также что-то хотя бы рассказал о каких-то возможных назначениях. Кстати, самому Дмитрию Разумкову прочат должность спикера Верховной Рады. И по спортивному списку, и по межритарке, нам очень много рассказывали по поводу того, да, вы слуга эти округа, вы поставили неких кандидатов, а не какие-то не такие. А теперь это можете нам сказать по Харькову, по Джиевской области, по многим другим. Так называемым знаковым округом, где наши кандидаты победили, иногда затримав 4 раза. Поэтому я думаю, что и с кандидатами мы не ошиблись, и навряд ли у кого-то в семьи язык повернется, говорить о том, что мы сработали в сторону старых политиков. Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологической рамке, в том мировоззрении и в том базовом видении развития нашей страны. Но сейчас говорить о коалиции пока, наверное, не приходится, поскольку все-таки мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде. И что касаемо позиций в Верховной Раде, я только что коллеги отвечал по поводу спикера, вице-спикера, главкомитета. Я еще раз говорю, у нас большая команда, и на каждой позиции у нас, я думаю, что найдутся кандидатуры, которые достойно смогут представлять нашу политическую силу в парламенте. Но еще раз повторюсь, что здесь больше вопрос не в персоналиях на тех или иных должностях, а в их эффективности для реализации поставленных перед ними задач. Спасибо. Марфа. Да. Ну, понятно, он сказал про то, что они должны быть эффективны. Вчера вечером обсуждалось 4 кандидатуры, 2 отпали, я сейчас не буду рассказывать про них. А вот 2 человека, интересные люди, сейчас назову их фамилию. Первый это директор по развитию бизнеса в Нафтогазе Юрий Витренко. И второй человек, как ни странно, тоже из Нафтогаза Андрей Коболев. И он, кстати, получил премию в Украине за то, что выиграл в Стокгольме арбитражный суд против Газпрома. В общем, эти 2 человека, надо сказать, что вписываются в вчерашнюю концепцию Зеленского, который сказал, что на посту премьер-министра они хотят видеть новое лицо и экономиста. В «Слуги народа» тоже есть человек из энергетической отрасли. И в штабе вчера, после объявления последних результатов, мы с ним поговорили. Это Андрей Герус. И мы обсудили столь важный вопрос как для Украины, так и для Германии Nord Stream 2. Это, я думаю, политический проект. И этот проект с целью иметь политическое влияние как на Украину, путем того, чтобы прекратить транзит газ через Украину и создать некую нестабильность, так и иметь политическое влияние на Европу, выстраивая газопроводы таким образом, чтобы где-то было кому-то выгодно, кому-то невыгодно, и иметь возможность влиять. Поэтому, я думаю, там есть смесь экономики и политики, но политика там, скорее всего, превалирует. Марта. Да, еще мы с Андреем Герусом. Напомню тем телезрителям, которые вчера смотрели наш эфир, а тем, кто не смотрел, расскажу снова. Мы в штабе партии «За життя» оппозиционной платформе общались с одним из ключевых людей в этой партии, с Вадимом Рабиновичем, он будущий депутат Верховной Рады. И я его спросила, куда стоит двигаться Украине, на восток или в Европу. Ну, ответ его был довольно пространный, но он сказал, что Украина сначала должна сама стать Европой, надо решить внутренние проблемы, а потом уже куда-то двигаться. А вот в «Слуги народа» по этому поводу все-таки несколько другая позиция, так что идеологически они точно не схожи с партией «За життя». В Европу надо двигаться, и нам надо делать изменения внутри страны таким образом, чтобы мы ставали европейской богатой страной не по форме, а по сути своей. Если у нас экономика будет расти больше 6% в год, будет увеличиваться тогда благосостояние граждан, будет возможность поднимать зарплаты и пенсии, и наши граждане будут чувствовать себя как в европейской стране. Это наша главная цель, а геополитически, конечно, нам надо двигаться в Европу. Единственное, конечно, что те политики, которые управляли страной последние 25 лет, их движение в Европу было таким, в том числе и персонаж, который вы вспоминали, что свое личное благосостояние сделать так, чтобы было даже лучше, чем в Европе, а вся остальная страна, к сожалению, жила и до сих пор живет не очень по-европейски. Вот мы это хотим изменить. Поэтому, возможно, у нас несколько другое видение в сравнении с теми персонажами, которых вы называете и которые управлялись страной последние 20 лет. Марфа, ты на прямой связи? Да, Маша, я на прямой связи. Что я еще хотела добавить, ты правильно сказала, что впервые в украинской истории одна партия получила большинство мест в Верховной Раде, и это на данный момент 253 кресла у депутатов и слуги народа. Ну, это арифметическое большинство, да, но это, кстати, не конституционное большинство. То есть конституционное большинство, это 300 мест в Верховной Раде, и вот такое количество... Марфа. К сожалению, у нас некоторая неполадка со связью. Я напомню, что это была Марфа Смирнова с прямым включением из Киева. Она находилась... Да, вот Марфа вернулась. Марфа, мы тебя опять видим. Ты в эфире. Марфа, ты в эфире. Да, я в эфире были проблемы технические. Все. Константин, мы только что говорили о том, что слуга народа, да, получили большинство мест, 253. Но сегодня Разумков в штабе обмолвился, что, конечно, им коалиция не нужна, но они не исключают. Зачем им это нужно? Они все-таки хотят что-то изменить в Конституции, как вам кажется? Ну, во-первых, у большой части украинского общества есть все-таки некие опасения, что слуга народа может узурпировать власть. И поэтому, конечно, чтобы этих людей успокоить, это все-таки в основном интеллигенция, в основном жители городов, то лучше иметь коалицию. Тогда власть будет не только более полной, сможет достичь там, может быть, даже и 300 голосов, но и более легитимной. Но коалиция, как вам кажется, с оппозиционной платформой «Зажитя» возможна? Я думаю, это невозможно, потому что такая коалиция чревата немедленным выходом на улицу огромного количества людей с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Почему в 2019 году, пять лет спустя после Майдана, украинской независимости уже 30 лет, мы, кстати, стоим на Майдане, забыла сказать в начале эфира, почему вот 29 лет спустя впервые одна партия получила большинство мест? Неужели это только те самые новые лица, на которые есть спрос в обществе? Это не столько спрос на новые лица, сколько желание населения, чтобы наконец-то в стране произошла модернизация. В принципе, с 90-х, начало 90-х. Марфа, к сожалению, опять пропала у нас в эфире. Некоторые технические неполадки. Я напомню, что это была Марфа Смирнова с прямым включением из Киева, с Майдана. Она, возможно, еще подключится сейчас. А мы пока перейдем к другим темам. Меньше недели на посту главы Минобороны Германии уже призыв увеличить бюджет на оборону. Новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбаур в интервью Франкфурта Альгемайн и Зонтакс Цайтунг заявила, что хочет увеличить расходы на армию и довести их до уровня в 2% от ВВП. Этого постоянно требует от Германии президент США Дональд Трамп, чтобы все члены НАТО тратили одинаково 2% от ВВП. Как заявила АКК в интервью изданию, этого показателя Германии удастся добиться только к 2024 году. Сейчас бюджет на оборону составляет 1,35%. Такое неожиданное заявление нового министра уже встретило резкую критику со стороны партнеров по коалиции, партии с ДПГ, которая традиционно выступает за сокращение, а не увеличение военных расходов. Это кадры избиения людей в метро Гонконг. Они ехали с антиправительственной демонстрацией, участники которой протестовали против политики Пекина. Более сотни человек в белых майках и черных повязках врывались в вагоны поездов и избивали дубинками пассажиров. То же самое происходило на станции в переходах. Внезапный террор длился почти полчаса. Полиция приехала только спустя 35 минут после начала атаки. В результате 45 пострадавших, в том числе дети и беременные женщины. Суперинтендант полиции Гонконга заявил, что вскоре после начала драки на станции оказались двое полицейских. Однако они решили, что сами не справятся с атакой и просто ждали подкрепления. Это вызвало жесткую критику в Гонконге, где считают, что к нападениям причастны власти Пекина. Это душерездирающее событие в якобы безопасном городе под названием Гонконг. Существует более чем очевидный сговор между полицией и бандами этого района. Это просто неслыханно. И идея всего этого, похоже, заключается в том, чтобы шокировать или терроризировать. Власти, которые продолжают говорить о верховенстве закона в Гонконге и о том, как мы должны его поддерживать. Давайте начнем с законности и порядка. И еще раз, то, что произошло прошлой ночью, ни в коем случае не кажется случайным. Все организовано правительством режима Кэрри Лэм. И полиция должна извиниться и дать гонконгцам исчерпывающие объяснения и извинения. А Кэрри Лэм должна серьезно подумать о своей отставке. Представьте серьезно уходить. Сильное расследование случившегося. Накануне на демонстрацию против вмешательства континентального Китая в политику Гонконга вышли 430 тысяч человек. Акции протеста продолжаются в седьмую неделю, в середине июня. На одну из них вышло рекордные почти 2 миллиона человек. Всего в Гонконге проживает 7,5 миллионов. То есть был момент, когда на улицы вышел каждый четвертый. Демонстрации стали самыми масштабными с 1997 года, с момента, когда Великобритания передала Гонконг КНР. Город получил статус специального административного района Китая, а Пекин обещал полную автономию, не вмешиваться в политику бывшей британской колонии. В частности, не влияет на выборы, СМИ, программу обучения в школах и университетах. Программа «Одна страна, две системы» должна была работать до 2047 года, то есть 50 лет после передачи Гонконга материковому Китаю. Должна, но не работает. В 2014 году в Гонконге произошла революция зонтиков. Мирные демонстрации жителей Гонконга, которые протестовали против намерений пекинских властей контролировать выбранный процесс в местные органы власти и против нарушения той самой политики «Одна страна, две системы». Тогда на улицы вышли даже школьники. Этим летом новую волну демонстраций спровоцировало решение гонконгских властей принять закон об экстрадиции преступников в континентальный Китай. Таким образом, Пекин может потребовать отправки из Гонконга всех политических активистов. Накануне демонстрации забросали офис канцелярии центрального правительства КНР яйцами и черной краской. Полицейские применили против участников протеста слезоточивый газ и резиновые пули. Я просто хочу сказать, что поведение некоторых радикальных активистов пытаются проверить на прочность нашу политику. Одна страна, две системы. Мы этого не допустим. Мы полностью поддерживаем правительство специального административного района Гонконг в принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности канцелярии центрального правительства КНР, чтобы верхонство закона соблюдалось, а преступники были наказаны. И здесь я хочу повторить, что мы решительно против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Гонконга. Круизный лайнер немецкого туроператора Туис спас лодку, на которой находились 111 беженцев из Ливии, в том числе 35 детей. Он подобрал мигрантов у берегов греческого полуострова Пелопонез и высадил в порту города Каламата. Вот этот лайнер называется «Морелла Дискавери» – одно из самых быстрых круизных судов в мире. Немецкое агентство Туи эксплуатирует его с 2016 года. Судно вмещает 2065 пассажиров, на борту 900 кают. Зимой их курсирует у берегов Южной Америки, летом по Среднеземному морю. И вот внезапно поучаствовал практически в политической акции. Так как сейчас итальянские порты закрыли свои гавани для спасательных судов, многие мигранты пытаются попасть в Европу через Грецию или Балканы. А это лишние сотни километров и так опасного пути в маленьких лодках по морю. Как стало известно сегодня, французские организации по оказанию помощи на море, SOS Meditarian и врачи без границ спустя 7 месяцев простоя возобновили свои спасательные операции в Средиземном море. Норвежское судно Ocean Viking уже вышло в море и держит куст к берегам Ливии. Организации были вынуждены приостановить свою спасательную деятельность после давления правительства Италии. Операции по спасению беженцев в море очень дорогие. Выход в море судно Aquarius обходился нам в 11 тысяч евро в день. И сегодня с новым судном, которое мы только что представили Ocean Viking, наши морские операции стоят еще дороже 14 тысяч евро. Поэтому мы обращаемся ко всем гражданам Европы с призывом действовать и помочь нам финансировать эту спасательную миссию. И у нас снова на связи Киев, Марфа Смирнова. Марфа, ты меня слышишь? Мы снова на связи. Со мной рядом, я еще раз напомню, политолог Константин Батуский. Константин, еще вопрос очень актуальный не только для Украины, в том числе для России, для Европы. Война на Донбассе. Как вы думаете, люди в том числе из-за этого пошли голосовать за слугу народа, потому что они смогут остановить эту войну реально? Ну, остановить навряд ли, они просто устали. Действительно, общество устало от войны. И дело в том, что предыдущая власть, вот Петр Порошенко, он был очень активный. У него была такая милитаристская риторика, но ничто вокруг, вот мы с вами стоим в центре Киева, не напоминает о том, что мы с вами в воюющей стране. И наличие вот этого диссонанса, что там гибнут люди, а у нас, в принципе, вот мирный город, оно вызвало такое массовое недоверие у людей к тому, что вот там действительно происходит. Они стали охотно верить версии российской пропаганды о том, что эта война, они тут зарабатывают или кто-то получает какую-то выгоду. И перед Владимировым, поэтому огромный стоит, на самом деле, и очень непростой вопрос, как из этой ситуации сейчас выйти, потому что он не может условно принять все условия России, потому что это закончится в Киеве массовыми акциями достаточно быстро, с абсолютно непредсказуемыми последствиями, и не может также уйти в тему войны, потому что этого уже не поймет его избиратель, который отдал ему голос в надежде на то, что будет мир. И пока вот этот весь мирный процесс, который сейчас мы наблюдаем, отвод сил, его успешность связана исключительно с высоким рейтингом лично президента, что вот люди его поддерживают, они считают это правильным, и пока что это получается. Но стоит этим рейтингом пошатнуться, ему придется искать поддержку у того или иного лагеря и менять в связи с этим позицию. Поэтому вот это реально проход по лезвию ножа, и на сегодняшний день, к сожалению, у нас нет ответов, мы не понимаем, какая стратегия в отношении Донбасса, в отношении Крыма и так далее. Ну, мне кажется, Петр Порошенко никак не мог договориться с Путиным, Владимиром Путином. Вчера у Зеленского спросили, будет ли он пытаться, и он сказал, что да, мы будем договариваться. Как вы думаете, отношение Зеленского сложится иначе, чем отношение Порошенко с Путиным? Ну, я бы не сказал, что Порошенко с Путиным были какими-то антагонистами. У нас в Киеве достаточно долго бывал господин Сурков, господин Грызлов прилетал пару раз, и постоянно шла его коммуникация через такого человека, как Виктор Медведчук, такой в Украине универсальный связной. Мы вчера с ним общались. И, да, такое калиброванное зло. И поэтому Зеленскому надо будет выстраивать заново отношения. Это будет очень тяжело, потому что опыт и уровень двух политиков не соизмерим. Но главное, что есть у Владимира Зеленского, это все-таки моральная правота, потому что у нас в камерах на самом деле находится не один российский военно-пленный, человек, который является профессиональным российским военным и был схвачен нашими войсками. У нас есть все аргументы для того, чтобы показать и снова напомнить миру о том, что имеет место не гражданская какая-то война, а оккупация России, части Донбасса, интервенция. Там находятся люди из России, русские специалисты, все правительство провозглашенных республик управляется людьми с российскими паспортами, российскими де-факто чиновниками. И на самом деле просто задача Владимира Зеленского сейчас напомнить миру вот эту вот историю, напомнить, что у нас нет никакой гражданской войны, мы стоим в Киеве, разговариваем громко в центре города на русском языке, нам никто здесь никогда не подойдет и скажет это слово. Марс, Марс. Вот от этого начнется уже отстройка нового. Да, Маша. Спасибо, Константин, спасибо большое. Марфа, спасибо тебе огромное за интервью, за прямое включение. На этом мы оставляем Марфу в Киеве. И наш выпуск заканчивается, а вы оставайтесь с нами. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!